Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это свежий выпуск «Мнение дилетанта». Давненько я не записывал «Мнение дилетанта», хотя о стольком сего хочется поговорить, но всё, не соберусь, не сварю кофе, не сяду удобненько, не поставлю камеру, чтобы поговорить с вами. Обсудить с вами хочется развитие видеоканалов, вообще развитие видео в интернете. Мне это подсказали в моём прямом эфире с подписчиками, да я и сам давно хотел об этом поговорить. Как бы триггером для меня стала вот эта история со стримершей Кариной. Есть такая стримерша Карина, там куча у неё подписчиков, зрителей, хотя сама из себя девочка ничего не представляет. То есть она играет в доту, страшно при этом матерясь, ругаясь и прочее. Конечно, она симпатичная, миловидно выглядит, но по-хорошему многим непосвящённым людям, я думаю, многим зрителям моего канала будет непонятно, откуда взялась такая популярность у этого человека. У меня просто бомбит, у меня просто бомбит, у меня просто, у меня просто бомбит, у меня аж трясёт. Я тебя просила, я тебя просила, бизина, сука, завали, бизина. Почему не запущены ебаные лерты, бизина? Ну и в целом вообще просто обсудить, куда дальше движется видео, видео по играм, ютюбы, твичи, перископы и прочее, прочее. Так что, несмотря на название, в данном случае всё-таки это не очень мнение дилетанта, потому что в вопросе я всё-таки разбираюсь и как-то, так сказать, в теме. Поэтому скорее будет мнение эксперта, и вам будет интересно узнать о некой кухне, вот такой видеоблогерской, что ли. Начнём с неких основ. Вообще любой вид искусства, он в самом начале довольно примитивен. И вот видеоблогерство, в моём понимании, тоже новый вид искусства. И сейчас он проходит такую стадию роста. Когда появилось кино, даже начнём так, когда появился театр, вы же понимаете, что там не были какие-то серьёзные пьесы. Там театр начинался, грубо говоря, с выступления орликинов, шутов на ярмарочных площадях, которые веселили народ. В кино самыми популярными вначале были короткие видеозарисовки, где там в лицо летят торты, где толстяк бьёт другого толстяка ногой под задницу, где из шланга поливается. Ну, в общем, самые примитивные вещи в начале любого вида искусства, они интересны просто потому, что это всегда ново. А потом уже постепенно идёт присыщение, и хочется чего-то более оригинального и умного. Но это происходит всегда. Я вам напомню сцену из Москвы, если там не верят, там даже две таких сцены было, когда появляется только телевидение, и там говорится, что телевидение убьёт и театр, и кино, все будут смотреть только телевизор. Ну, как вы понимаете, никто никого не убивает. Всё всё равно, и люди ходят и в театр. Это один вид искусства. Люди входят в кинотеатр. Это другое. То есть, вы помните, когда появились в интернете фильмы, казалось, что всё, пиратство убьёт кинотеатр. И нет. Потому что кинотеатр — это одно. Всё-таки, несмотря на то, что от премьеры до того момента, когда он появляется на торрентах, иногда вообще проходят считанные часы. Но всё-таки кинотеатр — это определённое удобство и возможности, которые вы не получите дома. Хотя многие уже вешают на всю стенку себе проекторы, ставят звук вокруг и в кинотеатры не ходят. Хотя мне, например, в кинотеатр нравится ходить. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, то бишь видеоблогерам, видеоблогинг переживает тот же самый рост. В начале, когда это всё только появилось на Ютьюбе, вот первые люди — это были энтузиасты своего дела. И, естественно, как раз очень умные люди, потому что первопроходцы, они отличаются определёнными, ну, качествами в плане интеллекта. Для этого надо кое-что уметь и знать. И в начале всегда, вот в самом-самом начале что-то оригинальное, пускай оно наивное, пускай такое непонятное местами, но всегда с какой-то мыслью что-то происходит. Все первые звёзды Ютьюба, они обязательно, там, Твич или так далее, имеют всё-таки какую-то идею, которую они хотели бы людям рассказать, показать через свои видео. Но постепенно кто-то сам догадывался, как-то приходили люди, которые в других областях подобным занимались, но становится понятно, что главное — это аудитория просто, просто вот нагнать людей в некотором плане. И для этого необязательно делать даже качественный контент, качественные видео, качественные... Ну, по словам качественные, понимаете, качественные тоже, там, всё такое растяжимое слово. Скажем так, оригинальный, оригинальный. То есть можно... Ну, сами посмотрите, все русскоязычные популярные видеошоу на данный момент — это просто калька с зарубежных. Что вы мне можете... О каких видеоблогерах вы можете сказать, что вот этот чувак оригинальный? Да. У этого шоу нету аналога в англоязычном мире. Это раз. Второе. Самый популярный видеоблогер в мире — PewDiePie. Я периодически просто пытаюсь посмотреть его видео, как говорится, понять, в чём прикол. А прикол очень прост. Он первый, кто догадался визжать, верещать и всячески показывать эмоции в видео. Если до этого люди играли в игры и пытались как-то, ну, там, лучшее прохождение сделать, да, вот что-то в плане информации донести, то PewDiePie был одним из первых, кто догадался, что людям не информация нужна, а им нужна развлекуха. А для развлекухи ведущий этого видео, там, этой игры, этого видеоблогинга должен по максимуму эмоционально взаимодействовать вот со средой в игре и, соответственно, со своими подписчиками, там, со своими зрителями. Как ты можешь сделать это начало? Отлично. В Agreed. Отлично. Я думаю, что я не могу, в convicted могу, вам сви! Я >>:73. Я люблю это! Я люблю это! Я люблю это! Я tropical journey! Я зряised это! Я pumping это! Я пиана Lust! В поиске реальный свет, я понимаю, chap! Виски, нет! Вすокроводное откро! Вpsy, нет! Не важно, что ты показываешь, и даже не важно как, главное, чтобы это было максимально эпатажно и эмоционально. Ну, грубо говоря, те же самые торты в лицо, удары по заднице или падение с лестницы и так далее. И в этом во многом, знаете, любая история повторяется в виде фарса, да, то есть в данном случае видеоблогинг повторяет путь кинематографа только еще более гротескно, потому что тут нету сдерживающих факторов в виде режиссеров, там, знаете, выпускающих компаний, которые, ну, хоть как-то, типа, это облагородить хоть немного. Поэтому мы здесь имеем, например, такого товарища, как VJ Link, который прогремел прям своим дракой в прямом эфире, где ему выбили зуб, и потом человек... Ну, блин, просто, понимаете, я вот готовился к этому видео, вот это все смотрел, кажется, вот, блин, как хорошо, что я вот этого ничего не знаю по-хорошему. То есть это настолько вот как-то другой мир совершенно, но это мир популярности, понимаете? То есть поэтому у меня 40 тысяч подписчиков и зрителей, а вот у этих людей там миллионы и больше, потому что они делают то, что востребовано, но об этом немножко дальше. То есть вот есть такой человек, он там в прямом эфире какого-то своего стрима, не знаю, играл или что-то делал, у него были друзья, и один из этих друзей начал его бить из-за какой-то ссоры. Ну, это просто все не важно, поэтому я не уточняю из-за чего, и выбил ему зуб, после чего там было еще несколько недель видео по поводу, как он без зуба ходил, как он зубы вставлял. И с тех пор вот человек делает всякие вот просто такие эпатажные видео. Я смотрю это, там, не знаю, у него, ну, несколько десятков тысяч просмотров у видео, которое, ну, оно не смешное, неинтересное, не несет ничего, кроме эмоционального эпатажа с визгами, с матом и прочим-прочим. Карина! Уб***щное имя! Уб***ь, самое мерзкое имя! Карина, какая я Карина? Я Карина! Специя, б***ь, ходячая! Отныне ты Каринка, б***ь! Все. Согласна? Согласна, б***ь! Даже бестястка! Ой, как это мило, сам создатель придумывает мне имя! Завали свое! Здесь мы потихоньку подходим к феномену стримерши Карины, то есть вот девочка, там, не знаю, 18-19 лет, на Твиче стримит Доту, и она на данный момент, по-моему, вообще в тройку самых популярных стримеров вообще входит. Играть она, естественно, не умеет, то есть играет так себе, хотя это как бы не знаток Доты, но я так понимаю, ну, просто не это здесь важно. А смысл в том, что, во-первых, она постоянно эмоционально реагирует на действия в игре матом, прочим, и, во-вторых, ей постоянно люди, которые смотрят ее стримы, скидывают деньги. Вот это второй, вторая, как так сказать, точка отсчета в нашем повествовании. Если первое было, что оказывается людям интересней смотреть не информационно-познавательные видео, а просто крики, визги и мат видеоблогеров, то второе оказалось, что люди готовы платить еще и за возможность оскорбить этого видеоблогера или написать им какую-то гадость. Собственно, в течение стрима у таких людей, это не только стримерша Карина, это многое, просто я только об айсберге вам рассказываю. У них есть кошелек или, в любом случае, они дают людям ссылку, как люди могут переводить им деньги. По-моему, стоит минимальный порог 100 рублей. Если вы переводите какое-то количество денег, то вместе с вот этим донатом, как называется, перевод денег стримеру, вы можете отправить еще какое-то сообщение, которое появится в стриме, либо очень большим шрифтом, может, еще при этом и синтезатором речи будет зачитано. И таким образом, собственно, вы почувствуете себя участником всего этого действия. Естественно, как я и сказал, изначально интересная идея в итоге превратилась в возможность просто либо обзывать и писать всякие скаберзности про видеоблогера, либо просто, там, этим матом в эфир что-нибудь пускать. Привет, Карина. Ты няша, точка. Передай, пожалуйста, привет Александру Шевцову, точка. Ты очень милая. Удачи тебе, точка. Ах, да. Кстати, я хочу, чтобы сперма, 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 спекала с твоего, пиха, четочка. А, 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 а? ЧТО? А, а, х**а, ЧТО? Если вы думаете, что вот видеоблогеров это как-то расстраивает или пугает, то открою вам страшную тайну, нет. Поэтому есть бизнес-модель их заработка. Я посмотрел просто... Ну, есть всякие сайты, на которых можно смотреть популярность блогера. Вот Social Blade я вам, наверное, порекомендую. Там же вы можете ввести и адрес моего YouTube-канала и увидите там, сколько у меня ежедневно прибавляется или отнимается подписчиков, сколько у меня просмотров ежедневно. То есть вся статистика на самом деле открыта. И про стримы Шукарины то же самое можно посмотреть. То есть в определенный момент там было очень-очень мало-мало-мало-мало просмотров всегда, а потом внезапно пошел пик. То есть я покопался в теме, в какой-то момент ее прорекламировал один из популярных дотеров, пришли к ней на стрим, народ пришел. Ну, а для того, чтобы народ стал сам переводить деньги, тем людям, которые стоят за стримершей Кариной, достаточно было тоже там несколько, пускай несколько сот раз в течение стрима просто свои деньги кинуть в виде доната, тоже что-нибудь написать, чтобы люди подумали, что так все делают и этим заняться. То есть, там, предположим, вот, например, я хочу стримы вести, и мне хочется, чтобы вы мне кидали деньги. Тогда я прошу свою жену, например, она с другого компьютера начинает посылать, там, пускай по 100-200 рублей, типа мне, там, писать какие-то сообщения, а другим, ну, под разными никами, это не проблема. И другие, а другим кажется, что вот народ что-то мне посылает. Таким образом, деньги мы по-хорошему не теряем, потому что эти деньги, опять же, шлются мне. Единственное, там будет, ну, комиссия какая-то, эти вот все службы, они берут определенную комиссию, ну, пускай даже 10% потеряем. Это стоит того, что мне начнут посылать потом деньги другие люди. Почему им надо посылать это? Потому что им хочется пообзывать видеоблогера. Матом всунуться в эфир популярного блогера, почувствовать какую-то свою значимость и заплатить за это 100 рублей, людям практически ничего не стоит. На этом даже работают все, собственно, социальные сети, все игры free-to-play, там, не знаю, даже те же World of Tanks. Вы же сами понимаете, что народ там платит деньги за то, чтобы почувствовать себя нагибатором. Какая здесь есть проблема и как я вообще сам ко всему этому отношусь? Ну, естественно, как вы видите, я таким подобным не занимаюсь. Мне часто, вот, опять же, пишут в комментариях, Леша, сделай стримы, вот как те люди делают, чтобы тебе посылали деньги и появлялись сообщения в стриме. Ребята, по-моему, это деградация, вы извините, конечно, но это, причем это деградация не для видеоблогера. Я ни в коем случае не осуждаю вот тех видеоблогеров, которые так делают. Это вполне логично, они зарабатывают деньги, это бизнес-модель такая. Я осуждаю тех людей, которые вот это все потакают и этим занимаются. Обзывайте меня бесплатно в комментариях, вот на ютубе, пожалуйста, сколько угодно. Ну, правда, я вас забаню, но не важно. Зато вам не придется деньги платить. Но это разные, разные способы развлечения людей. То есть я свою миссию по развлечению видео вижу в полезности видео, в информационной наполненности. Вот проблема здесь в том, что подобные каналы, как мой, никогда, никогда не будут более популярны или хотя бы примерно популярны, как вот такие штуки. И это, кстати, все именно из-за вас, как ни странно, из-за зрителей. Объяснение тоже очень простое на самом деле. Вот представьте себе, что вы в первую очередь, чем вы в первую очередь поделитесь? Тем видео, которое объясняет что-то, рассказывает о чем-то, как это лучше сделать или обозревает что-то? Или смешным видео, где чувак делает какую-то фигню? Конечно же, вторым. Потому что смешное видео, оно универсально. Или там, не знаю, где чуваку выбили зуб или прочее. То есть, вы знаете, что это видео получит отклик у того человека, которому вы послали. То есть, оно, оно может ему не понравиться, оно может, ну, знаете, как, ну, не очень зайти. Но в любом случае, оно для него в некотором роде будет интересно. Нифига себе, чуваку зуб выбили. О, или, о, девочка матом ругается. Если же вы пошлете гайд, я не говорю даже про циву, там, ну, давайте возьмем моменты истории. Да, вот я рассказывал о Мюнстерской коммуне. Вот вам понравилось об этом слушать и смотреть «Мюнстерская коммуна». Но кому вы это видео пошлете? Вы знаете, там вся пару человек, которые любят историю, возможно, им пошлете. Но вы не будете его посылать большому количеству людей, если вообще будете посылать в принципе. Потому что существует боязнь показаться неинтересным. Это неплохо, это нехорошо, это просто, ну, вот такова жизнь. Поэтому, например, даже вот более узко возьмем. У меня летсплеи набирают больше просмотров, чем гайды и руководство. Потому что, например, вы любитель цивы, да? И я выкладываю какой-нибудь ФФА-сериал. То есть вы более уверены, что ФФА-сериал понравится другим любителям цивы, им будет это интересно смотреть, чем, например, гайд про чудеса. Потому что, а может, чувак уже знает все про чудеса. Вы же не знаете об этом. То есть, блин, он... Нафига ему... Вы ему кинете это видео, он подумает, а... Напишите, а нафига ты мне это кинул? Я это уже знаю давным-давно. Тут ничего нового для меня нет. И так вообще во всех сферах человеческой жизни. То есть что-то полезное всегда менее интересно, чем развлекательное. Другое дело, что до того уровня, до которого сейчас уже докатился видеоблогинг, другие развлекательные... Другие сферы искусства уже это пережили. Вот сейчас, я думаю, где-то так полгода-год у нас будут популярны вот эти все люди, которые ругаются матом. То есть ничего интересного не дают. Но от этого проходит очень быстрое пресыщение. Это быстро становится неинтересно. Но они заработают свои деньги, потому что это бизнес-модель. Еще раз повторю, это не Карина 18-19 лет до этого додумалась. А есть люди, которые, собственно, ее раскрутили, и сейчас на этом зарабатывают деньги, какой-то отдавая ей процент. Это пройдет, дальше станет немножко лучше. Но еще одна проблема в этом в том, что во всем этом шлаке, к сожалению, интересное просто закапывается. То есть вот найти что-то... Даже сейчас на Ютьюбе, я уже не говорю о Твиче, найти что-то неразвлекательное становится все сложнее и сложнее. И как ни странно, вы вот, например, гоните на Юру Хованского, но его там всякие такие мини-видео на злобу дня, типа, они просто, они даже на порядок интереснее, чем то, что появляется на Ютьюбе в разделе «Популярное» в русскоязычном. Знаете, в чем ключевое отличие между религиозными шарлатанами и шарлатанами обычными? Ну, то есть гадалками, экстрасенсами, черными магами. Ключевое отличие между ними состоит в том, что гадалки, маги и вот вся эта шлупонь, они обязаны угадывать для того, чтобы их бизнес шел в гору. То есть, грубо говоря, хотя бы на уровне красное-черное. Вот что выпадет, 50-50. Если гадалки, экстрасенсы ошибаются, то, соответственно, люди, ну, видят, что они не имеют никаких сил. Тогда как религия, она всегда работает на совпадениях и полностью отрицает проигрыши. Это тот случай, когда казино действительно выигрывает всегда. Я, например, в основном смотрю даже англоязычные видео, просто потому, что там вот этот период матершинников и беззубых стримершкарин прошел. Там в популярном всякие ток-шоу более-менее вменяемые, там, Джимми Киммел, Джимми Феллон. То есть мы опять, видите, отстаем в некотором роде в развитии. Но это пройдет. Это, ну, это естественное развитие, естественное развитие. Ничего страшного в этом нету. Зато интересно, что оказалось, оказалось, что многим людям просто интересно наблюдать за другими людьми. Им даже не надо показывать игры, им не надо о чем-то говорить. Желательно что-то вот смотреть, когда какой-то, ну, не очень страшный человек может что-то рассказывать или что-то делать. И на этом вот новые, новый тренд в интернете, Перископ, это приложение для смартфонов, планшетов, мобильных устройств. Я вот себе поставил просто попробовать перед тем, как буду записывать это мнение дилетанта. Ну как, я уже неделю его смотрю. То есть там люди, вот они берут планшет, например, запускают у себя на планшете этот Перископ и могут либо выбирать нынешние трансляции, либо, ну, запустить свою. Трансляция в данном случае это не игра, не какой-то подкаст, вот как я сейчас говорю, а просто видео со своего же смартфона. То есть вы включили камеру, как я сейчас включил на своем планшете камеру, и вы можете это транслировать. При этом это показывается на карте, где вы находитесь. И, ну, опять же, объясняю, кто не в курсе. Это просто трансляция себя. Ты там можешь что-то говорить. Я там специально полазил в Турцию, нашел, сидит чувак в каком-то магазине, видимо, продает, судя по тому, что у него на витрине какие-то сотовые телефоны продает, и там... И вы в чате можете общаться с тем, точнее, он вам голосом отвечает. Ну, блин, собственно, как вот у меня был прямой эфир ответы на вопросы подписчиков. Только это на смартфоне, и вот прямо сейчас происходит. Вот и все. То есть там люди практически ничего откровенно интересного не делают. И как только ты, вот, там, не знаю, девушке показывают свое декольте, соответственно, у них много сразу зрителей становится, что-нибудь там... Чувак как-нибудь заразительно смеется и прочее. То есть уже доходит до того, что просто вот люди показывают себя, другие люди на это смотрят. Даже не надо ничего делать. Это вот ощущение, что ты кому-то нужен появляется, понимаете? Просто запускаешь, и у тебя сразу появляются зрители. Я вот запустил у себя видео, снимал свою кошку, назвал это Cute Cat. Вообще первый раз я там появился. Я никто, я ничто. И у меня там сразу же пять зрителей сидят, на это смотрят. Я просто снимаю свою кошку, которая в это время спит, лежит. Зачем люди на это тратят время? То есть я понимаю тех, кто снимает. Это опять же вопрос бизнес-модели, потому что они могут набрать подписчиков, они могут что-то на этом заработать, например. Или, ладно, даже если не заработать, то это есть какое-то у людей ощущение собственной значимости. Появляется, что тебя смотрят, ты кому-то интересен. Ну, это вообще система всех социальных сетей. Лайки, репосты и т.д. и т.п. Но зачем люди это смотрят? Это вот поразительно. Это очень интересный феномен нынешнего времени. Потому что всегда до этого казалось, что вы должны что-то делать, чтобы это понравилось. Не просто так себя показывать, а что-то, не знаю, делать при этом. Не знаю, там, какую-то, блин, порнографию. Пока, понимаете, блин. Оттуда казалось, что ты можешь на своем смартфоне запустить видео. Это вот сейчас с вами живем во время нового видка какой-то социальности. То есть, похоже, я так немножко попредсказываю, в будущее, может, совершенно скоро, года через два, через три, у вас просто всегда будет включена камера. Вы будете ходить и постоянно... Ну, конечно, мы с вами, наверное, не будем. Потому что, ну, может, нафиг надо. Хотя, кто его знает, что я зарекаюсь. Может, я придумаю, что на этом дело. Может, мне сейчас, что первое на ум приходит, это поставить камеру навсегда, которая привязать к моему коту, кошке, и пускай он постоянно транслирует в перископ. Я думаю, будет офигенно популярная трансляция. Ну, как пример. Так вот, скоро просто очень многие люди будут постоянно с включенной камерой ходить и себя показывать. Ну, может, не себя, а свою окружающую миссию, мир и прочее. Кто-то подключит свой навигатор к перископу и будет с навигатора из машины постоянно транслировать в интернет. Я вот сейчас подключил, например, LTE на мобильную сотовую связь. У меня моя... Мой интернет как был, так и остался. 8 мегабит входящий, 512 килобит исходящая скорость. Зато на смартфоне сейчас LTE, то есть 50 мегабит входящая. И вот пробовал 40 мегабит исходящая. Тут можно транслировать прям даже 4К, видимо, в прямой эфир. И, видимо, скоро нас ждут там трансляции того, как люди какают, как... Ну, то есть желающие это смотреть найдутся. Если находятся... Желающие смотреть на ничего не делающих людей. И меня единственное, что во всем этом беспокоит, только что вот под этой тонной непонятно чего будет погребено что-то интересное. Оно, собственно, сейчас уже погребается. А фильтров, которые бы отфильтровывали это все, пока нет. Но, опять же, я надеюсь, что разработчики всех этих сервисов эти фильтры как-то создадут. Я говорю за себя. То есть мне вот таким всем этим неинтересно заниматься. Я представляю, как люди на этом зарабатывают деньги. Как люди зарабатывают деньги на порнографии, как люди зарабатывают деньги на торговле ценными бумагами. Ну, это не мое. Человек счастлив, когда он занимается тем делом, которое ему по душе. И, как я вот говорил, мои гайды и руководства получают меньше просмотров, чем летсплеи. Но я не договорил одну важную вещь. Да, вначале так и есть. Но потом проходит, например, полгода, и ты смотришь, например, ФФА-сериал, он как вначале там набрал сколько-то просмотров, ну, предположим, там еще добавилось пару тысяч. Зато гайд практически на всем протяжении имеет довольно высокое количество просмотров, и постепенно-постепенно он обгоняет летсплей по этой игре. То есть в долгосрочной перспективе, всегда в долгосрочной, информационные, интересные видео, они лучше. Собственно, то же самое касается, опять же, любой сферы искусства. Внезапно, любой оригинальный фильм будет смотреться на протяжении многих лет, а любая развлекаловка забывается, и к ней не хочется возвращаться. Ну, конечно, есть исключения и там, и там. То есть мы говорим о хороших, интересных фильмах. То же самое касается и музыки. Я, кстати, ради интереса, например, глянул некоторые хиты топ-1 там по чартов Билборда, Брит Эвордс. Я практически никакие из них не знаю. Зато есть много песен, которые никогда не достигали первого места, или даже в топ-10 не входили, но они звучат, 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 звучат. Потому что хит-парады — это вот сиюминутное. Вот прямо сейчас, что популярно. А любой оригинальный хит, любая, ну, все, хоть что-то, что сделано необычно и ново, оно будет... Ну, блин, новое — это я, может, зря говорю. Талантливое, да? Оно будет на долгое время долгоиграющим. Долгоиграющей вещью. Тоже, кстати, касается и игр. Вот, например, сложно сказать, что будет, какая игра вот именно в данный момент очень классная. Потому что должно пройти время. И когда на игру оглядываешь, например, там, через полгода, уже по-другому к ней немножко относишься. Уже все-таки ты понимаешь, было это, станет это легендарной игрой вот в этот момент, или это все-таки была однодневка, и тебя разработчики обманули какими-то такими скрытыми штуками, и ты все-таки ощущаешь пустоту после этой игры. Так что тут вопрос, видите, все-таки вопрос бизнеса в основном. Вот эти все популярные стримерши Карины — это зарабатывание денег. Вот к этому так и относитесь к этому. Я думаю, обязательно в комментариях напишут, Леша, так ты же тоже на своем видео деньги зарабатываешь. Ребята, суммы просто несопоставимы. Это на порядок больше. На несколько порядков, я думаю, больше там зарабатывается. Я думаю, там люди зарабатывают за один день больше, чем я за месяц на своих видео. Так что бизнес хороший, но нервный, откровенно говоря. Я просто не хотел бы и не буду подобным заниматься. Но, надеюсь, я смог вам немножко приоткрыть завесу над тайной популярностью подобных видео и подобных персонажей. Поэтому буду закругляться. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Это было мнение дилетанта. Раз вы досмотрели и дослушали до конца, то, видимо, это видео вам понравилось. Так что не забудьте поставить лайк и поделиться им. Хотя, опять же, я вам рассказывал о том, что вот подобными видео делиться... Хотя вот это видео с разоблачениями, вот тоже, кстати, популярная штука. Почему обычно популярны негативные видео, а не положительные? Потому что, когда люди хвалят что-то, то этим, так сказать, стрёмно делиться, потому что, а вдруг ты посылаешь это человеку, которому как раз подобное не понравится. А когда что-то обзывают или там, ну, негативно высказываются, то даже если ты это видео посылаешь человеку, который, наоборот, к осуждаемой вещи относится хорошо, то ему всё равно будет это интересно посмотреть, потому что критика, критика его какого-то любимого дела. Поэтому, опять же, популярны... Вот мне, мне, например, не хватает очень сильно каких-то положительных обзоров по музыке, по играм, по кино. Ну, то есть, собственно, то, что я стараюсь делать. Ну, в основном, конечно, по играм я это стараюсь делать, но я хочу узнавать, во что мне поиграть, например, или что мне послушать. То есть я хочу услышать положительные фильтры, которые бы убирали всю шелуху, на которые мне не стоит тратить времени, и которые бы мне рассказывали о том, на что мне потратить своё время. И вот этого, например, к сожалению, очень мало. А мало это потому, что оно не так популярно, как вот подобные негативные и осуждающие всякие обзоры, потому что посмеяться над чем-то, это вообще без проблем. Обозвать, обосрать, извините за слово. Это прикольно, когда, я не знаю, тебе лет 18, но взрослому человеку уже, наоборот, хочется потратить своё время на то, на то, что ему будет интересно, на то, что у него оставит какие-то эмоции. Вот в этом проблема, что вот эта вот вся шалупонь, шалушень, шалуха закапывает очень глубоко вниз интересные и информационно полезные видео. Ну вот теперь точно, всё, ладно. Закончу на этом. Спасибо, что достырели до конца. Играйте в умные игры. Субтитры делал DimaTorzok